Мы благодарим Бога, что Господь позволил с вами встретиться. Мы пришли сюда рассказать о Божьем законе. Я не делал тут ничего такого. Ну вот хорошо не делать, и вы одевшись сидите, не ругайтесь. Здесь всякие об беззаконии. И мы им говорим об этом. Как в Евангелии от Иоанна 12.48 написано. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, слово, оно будет судить вас в последний день. Значит, по нему надо и жить. Мы говорим о том, что Христос родился от Девы Марии. Был распят из-за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. По благодати можем получить прощение, если будем молиться, вопиять к нему. И дальше не возвращаться на старое. Жить для Бога, ходить в Храм Божий, исповедоваться, прищищаться. Вот если мы это понимаем, значит, у нас двинется что-то. Вот если вы желаете больше узнать, у нас очень большие ресурсы здесь, в интернете. Мы можем дать вам ключ, как нас найти. Не надо. До свидания, мужчина. Не надо вам? Нет. До свидания. Не надо. Это пословица, говорят. Умный знает да спросит. А глупый не знает и не спросит. Что же это вот так? Тут такой труд положенный. Целый коллектив трудился. Такие материалы, которых вообще в интернете нет. Великий закон Божий, великого Бога. То, что делается здесь в рулетке, достойно вечного наказания. Ни одни перебадей, ни один матерщенник в царство Божие не войдет. Да. Мы должны рассказать людям здесь о том, о чем говорит Святая Библия. Что Иисус Христос приходил на землю, воплотился от Девы Марии и умер за наши грехи. И воскрес для нашего оправдания. И Он может приходящих с покаянием простить, чтобы мы начали жить новой жизнью. Какой бы ты ни был грешник, Иисус никого не отталкивает. Говорит, примирись и живи по-божьему. И обещает Царство Небесное. А кто не раскается, Писание говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Для того мы и пришли сюда, чтобы напомнить, какой гнев Божий ждет за эти дела здесь. Мы, православные проповедники, специально пришли сюда. Ну, удачи вам наказывать. Да, мы нашли людей. У нас большие ресурсы, есть что показать. Мы строим православную деревню. Мы пришли сюда, в рулетку эту поганую, чтобы людям возвестить волю Божию. Что тот, кто здесь пришел и лжет, и прелюбодействует, достойный вечной смерти гены огненной. И мы рассказываем о Христе, что Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И дарует благодать покаяния. Христос дал Церкви право прощать грехи. В Церкви есть священники. Чтобы вы могли услышать это, сказать людям. Какой бы ни был грешник, Иисус прощает его, потому что Он ответил за наши грехи. Если кто этого не знает, Он еще и не родился. Он даже понятия не имеет о рождении свыше. Если есть желание продолжить когда-то встретиться, вы запишите. Я вам оставлю как бы ключ. Два слова, по которым вы меня найдете в любое время. Запишите. Е. Дай ручку и листочек. Дай ручку. На кухне ручка. Ну, быстрее. А? Давай быстрее. Игнатий Лапкин. Это моя фамилия и имя. Игнатий Лапкин. И дальше напишите слово скайп. По скайпу вы сразу меня найдете. С этой фамилией и именем я один на весь интернет. У нас огромное сокровище. Вот. Ютуб называется. Во свете Библии. Запишите. Ютуб. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Везде там Игнатий Лапкин. Елпоша, поставьте и все. У нас 17 тысяч 440 роликов наших. 17 тысяч. То есть этого нигде в интернете даже половина нет. Дальше. У нас огромный сайт. Сайт. Это через Google сайт. Он называется. Во свете Библии сайт. Игнатий Лапкин точно так же. Сайт. Сайт. У нас там 50 книг примерно в аудио, начитанные мною. Это и Библия. Житие святых. Это архипелаг ГУЛАГ. Посмотри. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Христа. Вот это да? А, вот. О, увидал. Ну, глядя, считай. Да. У вас тоже сказано, что отвечать придется? Что? Ты по-русски не понимаешь? Понимаю. Ну, а раз понимаешь, так ты знаешь, что умрешь? Умрешь. Надо готовиться к этому. Чтобы в ад не пойти в огонь, не гореть в огне. Да. А быть в раю, где хорошо. Вот для Бога надо жить. Чтобы жили, как братья родные. Да. Вот так. Правильно. Мы говорим, что Христос воскрес за наши грехи, воскрес из мертвых и дает прощение. У нас хорошее отношение. У нас в городе Барнауле хорошее отношение со всеми. Тут мусульман, мечеть есть большая. Ну, с Богом. Если есть желание, то вы можете меня найти в скайпе. Игнатий Лапкин, это я. В скайпе. И там можем побеседовать. Я могу материалы дать. У нас большой ютуб. Большой ютуб. Ну, с Богом. Храни вас Господь. До свидания. Смотри. Мы вам принесли великую радостную весть. Дедушка, смотри. Что Иисус умер и воскрес. Вот. У нас Аллах един. Да. Машаллах. Тоже читаете, да, Коран? Читаете Коран? Да. Да. Христос умер, распятый на кресте и воскрес. Для нашей радости и спасения. Как вас звать? Игнатий. Не понял. Игнатий. Игнатий. Ага. Меня зовут Диловар. Мне очень приятно познакомиться с вами. Во славу Божию. Сколько вам лет? 81-й. А мне 23. Откуда вы? Из кухни. Из кухни пришел сюда. Откуда? С кухни. Кухня. Обедали там, ужинали. Не, я родом. Родом. Алтайский край. Город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. 81-й год. Такой паспорт вам нужен? Я из Таджикистана. Мы православные люди. Мы православные люди. Пришли сюда сказать, что ждет за этот разврат людей. Какая гиена огненная. Здесь много безобразия. Мужики половина голые. Процентов 85-90 мусульмане. Это мусульманская рулетка. Мусульманская рулетка, да. Да. Вы знаете, почему много мусульман здесь? Не понял. Почему здесь в рулетке много мусульман? Вы знаете ответ? Знаю. Вот они сидят, мужики, мусульмане. Тут много их. И говорят. А вы знаете? Я говорю, я знаю. Я знаю. А как, почему? Я говорю, потому что дома. Что-то у вас это убегает куда-то кадрик-то. У вас дома разрешено человеку иметь 4 жены. Но за каждую надо платить колым. Даром тебе никто не даст. А здесь 44 голые даром. И вы, южные жеребцы, пашите на северных кобылах. Слава Аллаху тебе. Я знаю вас. Блудливое племя. Ой. Ну ладно тогда. Всего хорошего. Пока. До встречи. До свидания. На суде Божьем встретимся. Людей воскрес для нашего оправдания. Чтобы люди жили по-божески, а не по-сатанински. То есть это получается мы живем не по-божески, а вот ты где-то живешь по-божески, да? Ну если люди здесь блудят открыто, это что? Как можно назвать? Половина мужиков голые. Голые валяются. Мы одеты. Ну вы одеты, но таких мало одетых. Больше бы девок, да, таких раздетых. Здесь все пьют непрерывно, что-то пьют и пьют. То чай, то что-то. Я говорю, а зачем пьете-то? Нигде больше нету в интернете. Потому что блудный огонь ничем не затушишь. За него агентский огонь обещан. Причина одна. А вот скажи, а если мы будем пить как горчик? Как горчик для причастия? Вы подумайте о том, когда умирать будете. Что будете говорить Богу за свою жизнь? Знали Бога? Жили для Бога? Бог-то будет спрашивать по тому, что Он велел нам делать. А не то, что придумали люди. Ну понятно. Так разговаривают, как будто бессмертные какие-то. Муравей, ты расскажи нам что-нибудь. Самое главное, чтобы человеку тронуть за душу, чтобы он знал, для чего родился и какая цель. А если он шел в обратном направлении, куда он придет? Бог дал жизнь человеку для счастья, для счастья, для радости, чтобы в скорбях радостный был. А только здесь 99% матерщинники. Дети малые сквернословы. Курят, курят, блудят, женщины трясутся сиськами здесь безобразие одно. Поэтому мы пришли сказать, что будет за это. Люди радуются этому. Да какая это радость? Радость-то какая радость? И для них там, и всего остального. Совершающий блуд, совершающий блуд торопится скорее обмыться. Какая же радость-то? Писание говорит, будут блудеть и не будут размножаться. За время перестройки только 120 миллионов абортов. Какая же радость. В крови все, все государство. Но это мужики такие. Ну такие, раз он бритый, без бороды, значит, подкаблучник, разведенные. Любви-то нету, похоть ослинная. Ну а что делать? К Богу обратиться. Христос умер за грехи людей. Воскрес. И зовет, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. Ибо иго... Нет, нам и так неплохо. Мать, нам и так неплохо.